валерий лялин рассказы из книги куда ведут дороги часть 5 рассказ 13 о кресте христовом крест символ страдания господа нашего иисуса христа он пришел на русь тысячу лет назад из греческой византии вместе с православной верой крест христос воскресенье вот три слова которые будучи филологически разными соединились страданием христовым на века эти три слова вместили в себя всю христианскую веру чем же прежде был крест раньше до христа этот предмет был орудием страшной позорной казни наводящий ужас и отвращение одни говорили что это несчастное древо проклятая виселица другие услышав слова крест убегали подальше в суеверном страхе впоследствии учитель церкви блаженный августин писал о кресте между всеми родами смерти ни одного не было столь страшного и позорного как смерть крестная по законам римской империи этой казни подвергались мятежные преступные рабы а также злодеи разбойники не имеющие римского гражданства наказание через распятие было медленным убийством при этом пользовались той формой креста которая нам более известно после приговора к распятию обычно соблюдался определенный ритуал казни после бичевания толстыми ремнями приговоренный должен был нести свой крест до места казни которая находилась вне города у большой дороги там с приговоренного снимали одежду давали пить дурма нищий напиток распинали его на кресте гвоздями и веревкой на кресте прибивалась дощечка с наименованием вины распятого затем крест воздвигали и утверждали в яме в конце своего земного пути христос сказал ученикам как моисей вознес змею в пустыне так должно вознесено быть сыну человеческому дабы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную это интересно библейская история о вознесении медного змея на древо произошла с пророком моисеем и еврейским народом в синайской пустыне после исхода евреев из египта народ не вынеси тягот перехода через пустыню возроптал на бога и бог в наказание послал им множество змей которые напали на евреев и стали их умерщвлять тогда моисей взмолился к богу о помиловании и спасении народа и бог услышав его моление сказал ему сделай себе медного змея и выставь его на знамя и ужаленный взглянув на него останется жив в этом ветхозаветном вознесении медного змея прообраз распятия христа спасителя блаженный феодорит поясняет как медный змей не имел яда так христос не имел греховные скверны как ужаленные с верой смотря на медного змея получали спасение так и уязвленные грехом несомненно веру и в страдания спасителя оказывается победителями смерти приобретая вечную жизнь здесь знамя хорук имеющие вид креста впервые предстает не как орудие смерти а как символ жизни и спасения из далекой древности нам был показан первоначальный спасительный образ святого креста с которым мы побеждаем всех врагов видимых и невидимых первым последователям христа приходилось терпеть от язычников и насмешки и глумления и поругания за почитание креста христова язычники иудеи кричали христианам как вы можете почитать крест это проклятое древо эту виселицу и апостол павел в первом послании к коринфянам пишет ибо слово о кресте для погибающих то есть язычников и уродство то есть безумие есть а для нас спасаемых сила божия язычники иудеи понося крест христов не хотели замечать его крестные благодатные силы которые наполнены вся вселенная не хотели замечать его спасительного действия в течение трех первых веков языческий рим вел кровавую борьбу с христианской церковью но уничтожить ее ему не удалось более того язычники начали сознавать что в церкви присутствует истинная божественная сила чудесно защищающие ее для утверждения в мире христианство бог являл свою волю в виде знамения креста так императору константину великому первому из римских императоров признавшему христианство перед битвой с максинтием в 312 году было чудесное видение в небе креста с огненными словами сим победишь и знамение креста по свидетельству историков на протяжении последних двух тысяч лет были неоднократно и в нашем городе осенью 1941 года в самом начале ленинградской блокады по свидетельству академика натальи бехтеревой в небе над театром драмы имени а с пушкина в течение трех дней было явление креста которые видели многие ленинградцы как известно изображение креста и веру в его спасительную благодать принесли на русь византийские греки в девятьсот восемьдесят восьмом году во времена князя владимира когда совершилось крещение руси но крест по гречески ставрос и в четырех евангелиях на греческом языке крест обозначен словом ставрос так почему же в древней руси привелось не греческая ставрос они весть откуда взявшиеся слова крест она явно не славянского происхождения что подтверждает современный этим а логический словарь это позаимствованное слово в древнеславянском языке прослеживается уже с 11 века по свидетельству словаря древнерусского языка академика измаила ивановича срезневского так откуда же пришло на русь слова крест а пришло она по всей вероятности из рима где деревянное орудие казни состоящие из двух перекладин называлась латинским словом крукс и это казнь через распятие на кресте применялась не только время но была широко распространена по всем провинциям римской империи например жители испании крест называют круз а в германии кроиц в польше крыш в венгрии керест а вот на украине его уже называют хрест а в россии крест и хотя украина и россии никогда не были провинциями римской империи слова крукс приобрело здесь звучание близкое и удобное для славянского языка надо полагать что византийские священники принесшие на русь христианство употребляли двоякое название креста ставрос и крукс здесь конечно не обошлось без влияния славянских текстов евангелия и богослужебных книг переведенных с греческого языка славянскими просветителями братьями кириллом и мефодием 862 году которые древнегреческому слову ставрос обозначающему деревянный кол на котором издревле казнили преступников в греции предпочли слова крукс прямо обозначающие крест христов надо сказать что у евреев не привелось ни римская крукс не греческая ставрос хотя во времена христа греческий язык был широко распространен в палестине у евреев было свое слово tab обозначающие крест от него производится слово крестить табаль вот когда-то на этом таби в синайской пустыне моисей и поднял медного змея для спасения еврейского народа в дореволюционной россии святой крест христов почитался пожалуй как нигде в мире он полагался на куполах церквей и в церкви нет таких священных одежд нет вещей и утвари на которых не было бы креста нет таинств и других молитвенных служб при которых не употреблялось бы знамение креста вне церкви кресты любили ставить на развилках дорог изображение креста прикрепляли над воротами домов над колодцами медные кресты стояли вместе с иконами в красном углу крестьянских ист священники крестом освещали воду в реке на празднике богоявления каждый православный христианин от рождения и до смерти носил на груди нательный крест в церкви есть такой чин называемый братотворение когда обмениваясь нательными крестами люди становились братьями а после смерти православного христианина крест устанавливали на его могиле в напоминание о том что лежащий под этим крестом воскреснет в день страшного суда в надежде спасения в надежде на жизнь вечную в православной церкви есть также и праздники посвященные кресту господню когда поется кресту твоему поклоняемся владыка и святое воскресение твое славим высшей наградой в россии который государь император награждал доблестных русских воинов был георгиевский крест церковь учит нас что самое верное и действенное средство против темных демонических сил есть крест господень на древних медных крестах распятиях которых раньше много было на руси часто была такая надпись крест хранитель всей вселенной крест красота церковная крест царям держава крест верным утверждение крест ангелом слава крест бесам язва конец рассказ 14 о молитве еще в ветхом завете есть указание на совершение молитв позже еще до воплощения спасителя во время первого изгнания евреев были установлены специальные правила для совершения молитв молитв и евреев и язычников отличались пространностью и туманным смыслом христос осудил такие молитвы и дал ясную краткую и глубокую по содержанию молитву господню очень наш что есть молитва молить значит что-то усиленно просить умолять значит упрашивать вымолить значит выпросить замолить получить прощение но часто под словом молиться понимают общение человека с богом наш бог творец всего сущего не какой-то недоступный заоблачный бог а бог живой всегда отвечающий нам помышлением или озарением нашего сознания или каким-то малым едва заметным знаком резко или плавной перемены нашей судьбы каким-то действием или пробуждением совести если мы с богом то и он всегда пребывает с нами во всей жизни нашей если мы не с богом то около нас всегда будут обитать темные демоны навлекающие беды и неприятности мы сами состоящие из двойной сущности тела и души имеем божественное происхождение тело мы получили от родителей а душу от бога душа наша простая однородно по своей однородности она не может распасться но вечно существует тело наше устроено очень мудро и составлено изо всех элементов имеющихся в природе инженерное решение в конструировании нашего тела само совершенство такое гениальное творение каким является человек по плечу только богу но материал материал рассчитанный при бережном обращении на 70 80 лет нам это кажется мало но что делать если господь положил такой предел вероятно потому что согрешивший водами человек в своем эгоистическом себелюбии не очень-то укоренялся в этом мире желая подобно богу быть вечным и совершив свой путь в благочестии без сожаления отходил к вечной жизни уже в другом измерении уступив свое место в этом мире для других поколений конечно не всем это понятно и даже неприятно и не только неприятно но даже страшно иногда страшно до ужаса как уходить отсюда навсегда навсегда покинуть этот любезный нам мир со всей его земной красотой вопрос остается без ответа все окружающее нас будет молчать пока мы не возьмем в руки новый завет господа нашего иисуса христа где найдем и ответ и утешение когда мы молимся мы разговариваем с богом когда читаем библию бог разговаривает с нами получается диалог человека с богом если мы будем молиться вдумчиво благоговением полностью предавшись всей душой богу то вскоре почувствуем что мы не одни мы почувствуем его незримое присутствие около нас если мы на какое-то время оставим свои житейские заботы почитаем библию поразмыслим подумаем о боге о себе то поймем что мы полностью зависим от бога зависим во всем от самого рождения и до последнего вздоха поэтому постоянная молитва необходимо нам на всем протяжении жизни она необходимо особенно для души как маленький ребенок нуждается в том чтобы его кормили каждые четыре часа так и душа наша нуждается в постоянной молитве а если нет то душа начнет умирать она не умирает физически не распадается как наше тело потому что душа наша однородные бессмертно здесь происходит особое духовное отмирание душа перестает животворить наше тело и начинаются страдания и болезни нет необходимости утруждать себя длительной и празднословной молитвой спаситель предупреждал нас омолясь не говорите лишнего как язычники ибо они думают что в многословии своем будут услышаны христианская религия связывает нас с богом эта связь осуществляется через богослужение церковные таинства и особенно через молитву по свидетельству знаменитого христианского богослова квинта септимии тертулиана жившего в третьем веке не только человек но даже вся тварь божия молится молятся светлые ангелы небесные молятся стада скота и звери лесные преклоняют колено исходя из своих убежищ они поднимают чело свою к небу и приветствуют творца своим мычанием птицы с наступлением утра направляют полет свой к небу простирают крылья свои в виде креста и щебечут нечто такое что походит на молитву всякое дыхание дохвалит господа птицам небесным никто не запрещал хвалить господа но у нас в россии были такие гонения на церковь какие не приснятся и в диком сне в те страшные мрачные времена когда преследование за веру в бога было государственной политикой когда расстреливали кротких деревенских батюшек дьяконов бывших монахинь когда стойких в вере мирян бросали в лагере за колючую проволоку когда взрывали храмы сжигали иконы и церковные книги тогда закону божию ходили учиться к потаенным старцам были такие потаенные старцы и старицы в прошлом священники монахи или просто очень крепко верующие божие люди все они бежали из своей местности и скрывались от преследования их было мало но все же они были иногда они принадлежали подпольной катакомбной церкви но чаще были сами по себе они жили скрытно и незаметно в частных домиках городских предместьев бедных людей или в городе в рабочих заводских районах почему-то часто их принимали пожилые дворничих и жившие в полуподвальных помещениях эти потаенные старцы обычно выдавались за немощных больных деревенских родственников для них в комнате ситцевой занавеской отгораживали угол ставили там деревянный топчан или узкую железную кровать тумбочку с кружкой на стене вешали небольшую иконку с лампадкой старец принимал сидя на кровати в накинутом на плечи ватники опустив на пол ноги в старых подшитых валенках на голове черная бархатная скуфья по груди струится длинная седая борода в худых старческих руках потертые монашеские четки над кроватью висела потемневшая иконка и теплилась лампадка чаще всего книг священного писания не было их заменяла пухлая стопка засаленных ученических тетрадок исписанных от руки добраться до старца в те времена при тотальной слежки и сыске в стране было нелегко приводили к нему верные люди после длительных переговоров и испытаний старцев в народе очень берегли и жалели как страдальцев и мучеников за веру хождение к старцам было опасно риск был велик так как за это грозила статья по обвинению в религиозной и антисоветской пропаганде и вот эти старцы и старицы сидели по своим углам за выцветшими ситцевыми занавесками дело и святое дело просвещая нас темных советских светом христово учения и молились богу за весь народ за то чтобы быстрее кончилось время слуг антихристовых старцы никогда не унывали всегда весело с шуткой встречали приходивших к ним одним из таких старцев был отец сампсоний жил среди нас батюшка сампсоний иеромонах схимник дожил он до сравнительно хороших времен и умер в москве в 1979 году он родился в петербурге в семье графа сиверса будучи англичанином он с юности возлюбил православие и ушел в дальний северный монастырь в 1919 году красногвардейцами чека он без суда и следствия был расстрелян и брошен под стеной но остался жив получив тяжелое ранение он был настоящий мученик за веру прошедший впоследствии через застенки нквд тюрьмы и лагеря и освободившийся только после смерти сталина нему приходили ученики и записывали его наставление вот его подлинные слова о молитве записанные в семидесятых годах на магнитофон что есть молитва молитва есть молиться сердцем через ум только от духа сокрушенно и смиренно через ум прикованность богом резкость всякая отменяется не теряя внимание и богопредстояния это надо начинать каждый день с утра не надо долго молиться длинно молиться много молиться одну молитву спасителю ее можно читать шесть раз одно и то же быстро молиться невнимательно без с тобою молиться а когда молитва идет от ума и сердца ангел-хранитель молится без подталкивает молиться скорее 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 когда мешают помыслы или невмирности то читать молитвы надо в пол голоса и в четверть голоса только не шепотом мисс молится шепотом надо молиться медленно вдумываясь в каждое слово можно молиться лежа мессы любит усыплять богомольца ночника значит кто собирается в церковь вот он заблаговременно позаботиться о том чтобы быть мирным и наладить свое молитвенное предстояние к богу и идя уже в церковь быть молитвенно в себе чтобы потом переключиться входя в церковь к чтению и пению тогда мы получим огромную силу и энергию благодатную для того чтобы вернуться домой с большим запасом духовных сил противостоять всякому греху и нестроению необходимо большая молитвенная работа над молитвой чего обычно миряне лишены самое лучшее время для молитвы эта ночь от потребности сердца богу предстоять очень жаль что батюшка сампсоний не дожил до наших удивительных времен когда прекратился советский террор за религиозные убеждения к великому сожалению я вырос в безбожной семье в школе было еще хуже в институте была такая идеологическая свистопляска что и вспоминать противно библия считалась запрещенной книгой священники и епископы почти все расстреляны остальные томились в лагерях в единичных церквях были единичные батюшки не знаю для чего они были оставлены они молчали проповедовать было страшно в церкви постоянно толпились агенты кгб знание о христианской религии о вере приходилось собирать по крупицам например читая атеистический словарь настольную книгу безбожника отбрасывая безбожную скверну можно было кое-что узнать о христе о пасхе рождестве о церковном богослужении до многого приходилось додумываться самому но особенно много помогли беседы с потаенными старцами у меня сохранились записи после бесед со старцами в те страшные годы когда за веру во христа можно было угодить в лагерь вот они конец рассказ 15 раздумья о молитве прежде чем начать молитву надо полностью освободить свой ум от всего суетного чтобы на его поверхности и в глубине не было никаких образов и представлений слов чувствований тревоги ожидания забот и разных помыслов ум закрыт от мира он спокоен как водная гладь он чист как лист бумаги это выдержка подготовление поля для возникновения и разгона молитвы для последующего ее взлета ничто не должно мешать на ее пути или неожиданно возникать лучше всего быть наедине в замкнутом пространстве в полумраке двери закрыты на ключ окна занавешаны перед молитвой не наедаться сытая молитва бескрылая но и чувство голода тоже не должно томить грудь дышит свободно голова ясная если испытываешь боль или неприятное ощущение в теле то на сегодня следует ограничиться только иисусовой молитвой господи иисусе христе помилуй меня грешного и так после полного успокоения зажечь свечу или лампадку много икон не надо ни более трех все это время храни ум свой и не пускай в него ничего не спеша широко твори крестное знамение но так чтобы тело чувствовало пальцы сокрушенный вздох и начинаешь свое моление ночное во имя отца и сына и святого духа аминь первое господи иисусе христе помилуй меня грешного благодаря господа за то что ты есть и живешь созерцая красоту творения его за благодать здоровья или за посланную в назидание болезнь за хлеб за все блага которые ты с его помощью получаешь все время храни ум от постороннего второе теперь начинаешь покаянную молитву где исповедуешься господу в своей неправде и лукавстве осквернение тела и души соблазнах и искушениях от лукавого и людей все время храни ум свой и не допускай помыслы третье начинаешь просительную молитву где просишь у господа только духовных благ понимание священного писания и хранения от свершения грехов помощи и защиты от нападения бесовского слишком не докучая можно просить здоровье духовного и телесного для возможности приготовления души для царствия небесного храни свой ум от пустых помыслов 4 еще молишься за живых чтобы они встали на праведный путь с любовью и скорбью молись за души усопших христиан чтобы господь помиловал их и избавил от вечных мук слава богу за все далее старец говорил мне что перед лицом бога стоящий на молитве становится самим собой он знает что бог видит его насквозь поэтому человек чистосердечно кается кается перед богом во всех своих злых делах старец на мой вопрос высказал свое мнение о пользовании молитвенником молитвенник дело полезное и нужное молитвы составлены святыми божьими угодниками и если пока ты своих слов не находишь чтобы взывать к господу тогда пользуйся молитва словом молитвенник адресован в основном первоначальным то есть недавно пришедшим ко христу которым молитвенник служит подобно посоху для слепца еще им пользуются люди имеющие своеобразную робкую веру или так называемую бытовую веру когда веруют по привычке без всякого чувства в душе эти люди подобно солдатской службе могут ревностно исполнять повинность религии они старательно по привычке механически вычитывают утренние и вечерние молитвы но ничего не сравнится с собственной сердечной молитвой обращенный в своих словах богу своя молитва трудно но она оживляет душу и дает почувствовать присутствие бога живого и блажен тот человек который придет к собственной сердечной молитве пусть первые его собственные молитвы будут несовершенны косноязычной и корявы но затем он получит от бога дар собственной горячей молитвы которая сама польется из его сердца потаенный старец которого я посещал получаясь в законе божием говорил о том что молитвословие есть частное богослужение вот если ты назначена прием к большому начальнику то ты стараешься привести себя в порядок чтобы лицо и костюм были чистые так и в молитве человек должен быть достоин общения с богом он должен иметь благочестивый мирный и спокойный настрой души он не должен стараться использовать свою молитву во зло другим если у человека нет мирного душевного настроя или он молится во зло другим то такая молитва богом не приемлется старец рассказал какие бывают неугодные богу молитвы сытая молитва понятие ядовитое скверная точная но правдивая название это придумано французским безбожником вольтером я не читал не знаком что и где он злословил по этому поводу но это сочетание сытости молитва невозможная ханжеская и обманная я эту сытую молитву представляю в виде жирного обожравшегося домашнего гуси который пытается взлететь но не может оторваться от земли так и бегает он по навозу распустив крылья а кругом свиные рыло а вот еще одна неугодная богу молитва очень часто миряне ленятся сами молиться а другие думают что если за их нужды помолятся священники или монахи то это будет крепче думают что бог священников или монахов скорее услышит и вот они платят деньги чтобы церковнослужители вместо них постоянно молились а сами в это время ложатся и преспокойно спят это называется купленная молитва которое небо не прошибает и еще есть окраденная молитва ок радуется она от нас если после церковного богослужения мы садимся за обеденный стол и пустословием с друзьями напрасно мы молотили духовную пшеницу у молот провалился сквозь решетку и похищен бесами еще без и ок радывают молитву тогда когда губы шевелятся а ум плавает по мирским лужам и канавам надо сказать что жадные черствые люди молятся холодной молитвой произнося ее с каридным голосом такая молитва обращена к ветру есть еще привычная механически заученная молитва это бездумный патефон который языком молотит а сердце далеко отстоит от бога очень плохая ленивая молитва это зевками разорванная ржавая цепь которая болтается на колу в пустой степи неизвестно для чего корыстная молитва щится получить от хозяина воздаяния несоразмерной работе она подобно бьющийся курица накрытый ядром очень гадкая ханжеская молитва совсем мертвая дальше гнилого гроба не идет бывает и так что молятся на погибель другого это злая молитва она доходит до небес но рикошетом возвращается и ударяет потому кто ее придумал все эти приведенные выше молитвы есть неугодные богу молитвы потому что все они связаны с гибельным состоянием духа нашего гордостью в священном писании сказано бог гордым противится а смиренным дает благодать святые отцы и учителя церкви завещали нам что прежде чем молиться надо навести в душе порядок например про утренние молитвы они говорили так воспрянув от лености и истрезвився восстав от сна говорит так во имя отца и сына и святого духа аминь по 7 постой мало молча пока утихнут все страсти твои и тогда сотворить три поклона говоря господи иисусе христе сыне божий помилуй неогрешного на этом мои записи бесед со старцами кончаются вспоминаю этих божиих людей которые тогда были вне закона как они были унижены за ними охотились как за дикими зверями вся их вина заключалась в том что они были носителями христовой истины а стоящие у власти коммунисты ненавидели и боялись христа как огня они хотели стереть память о нем в народе полагая что утвердились над страной на века но где они теперь их нет и весь их аппарат подавления и насилие разрушен а христос всегда был есть и будет во веки веков аминь конец рассказ 16 слово о болезнях наших как была бы прекрасна жизнь если бы люди не страдали от болезней страдают и старые и малые юные и в расцвете сил и новорожденные и древние старики страдают на всех континентах земли и в прекрасном климате юга и в отвратном климате севера страдают и во дворцах страдают и в хижинах и миллионеры и нищие и верующие в бога и не верующие и столько болезней напущено на человека что и сосчитать трудно счет идет на 1000 болезни бывают вялые и агрессивные одни сжигают человека в считанные часы другие гноят его годами есть болезни тяжелые есть легкие есть болезни ужасные настолько ужасные что бытие превращается в один мучительный вопль есть болезни к жизни есть к смерти очень редко когда бывает одна болезнь и очень часто когда имеется целый букет болезней и вот в итоге жизни изношенное тело становится пристанищем целой кучи болезней и тело и душа сплошь облеплены жадно присосавшимися болезнями и это гнилостная груда плоти страдает и разлагается еще при жизни и концом всего бывает смерть мы смотрим на себя в зеркало и видим руины человека а где молодость где свежесть где шелковистые волосы румянец щек и блеск глаз где упругие мышцы гладкая кожа легкое дыхание все съели болезни и время время эта категория для живых бог включил его когда создал мир и человека мы входим в реку времени с момента зачатия и выходим из нее когда умираем для умерших время останавливается они уходят в ту таинственную область где вне времени пребывает бог они входят в вечность время нужно для временных которые приходят и уходят из этого столь прекрасного и любезного нашему сердцу мира приходят и уходят и совсем исчезают как мошки роящийся теплым летним вечером надо помнить что время лукаво потому что жизнь нашего времени предоставляется нам бесконечной а на самом деле она коротка промелькнет незаметно в житейских заботах а там оглянешься жил как не жил есть в жизни радости много есть и скорбей но все же она была бы сносный если бы не болезни все человечество стонет от болезней откуда они взялись на нашу голову возвратимся к истокам жизни человечества первозданный человек не знал ни печалей ни болезней ни смерти тело у него была крепкая сильная легкая а душа ясная безмятежная и все начиналось как будто так хорошо так благостно но к сожалению до поры книга бытия гласит и создал бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни и стал человек душою живую и насадил господь бог рай в едеме на востоке и поместил там человека которого создал и взял господь бог человека и поселил его в саду едемском и заповедал господь бог человеку говоря от всякого дерева в саду ты будешь есть от дерева познания добра и зла не ешь от него ибо в день в которой ты вкусишь от него смертью умрешь и сказал господь бог нехорошо быть человеку одному сотворим ему помощника соответственного ему и навел господь бог на человека крепкий сон и когда он уснул взял одно из ребер его и закрыл то место плотью и создал господь бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку так говорит древнее писание начертанное моисеем человеком удостоившимся говорить с богом адам и его были прекрасны а его что означает жизнь подобно весне подобно утренней заре тела и души их были чисты каждой своей клеточкой и не было в них греха но дьявол змеи древние мудрый иск они являлся врагом божиим он соблазнил их приступить запрет божий пойти вопреки богу и этим преступлением они породили грех и через этот грех по слову божию стали подвержены смерти ну а смерть чаще всего приходит через болезнь потому что болезнь предтеча смерти конечно о смерти есть целый арсенал других способов для пресечения жизни но главный эта болезнь и проклятый богом человек стал жить на проклятой богом земле и демон смерти с тех пор воцарился во всей вселенной и тело наших первых людей ранее бывшие чистыми легкими бесскорбными стали тяжелыми земляными а чугуневшими прекрасное первозданное тело превратилась в грешную подверженную тысячам болезней плоть и все это в наказание за преступление закона божия болезни оказались генетически связаны с грехом рождая нас наши матери терпит болезни по проклятию бога и рождаемся мы трудно и болезненно и живем в болезнях в священном писании в книге и его 33 глава безо всяких обиняков говорится что бог употребляет болезни в наказание и для вразумления людей человек вразумляется болезнью на ложе своем и жестокой болью во всех костях своих и жизни его отвращается от хлеба и душа его от любимой пищи плоть на нем пропадает так что ее не видно и показываются кости его которых не было видно и душа его приближается к могиле и жизни его к смерти если есть у него ангел наставник один из тысячи чтобы показать человеку прямой путь его бог умилосердится над ним и скажет освободи его от могилы я нашел умилостивление тогда тело его сделается свежее нежели в молодости он возвращается к дням юности своей вот все это бог делает два-три раза с человеком чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых из этого библейского текста мы видим что милосердный бог наказывая болезнью старается вразумить грешника отступить от злых дел оставить путь греха и обещает через ангела-хранителя исцеления об этом говорится у пророка языке или в главе 33 стихи 10 11 эти слова господне можно часто слышать в храмах при богослужении и ты сын человеческий скажи дому израилеву вы говорите так преступления наши и грехи наши на нас и мы и стаиваем в них как же можем мы жить скажи им живу я говорит господь бог не хочу смерти грешника но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был обратитесь обратитесь от злых путей ваших для чего умирать вам дом израилев мы знаем что бог непостижим иногда мы просто заходим в тупик когда встречаемся со странными и непонятными нам причинами болезни и смерти напрасно бьется пытливая человеческая мысль чтобы разрешить ту или иную загадку какую ставят перед нами болезни и смерть особенно перед тайной последние иногда во всей явной нелепости смерти по нашим человеческим понятием но человек ушел плотно захлопнув за собой двери смерти что там за ней мы не ведаем почему человек ушел так рано об этом знает только провидец бог он знает наши судьбы наш жизненный путь и время нашей смерти он призвал нас к жизни без нашего согласия и он отзывает нас из жизни тоже без нашего согласия что бог хотел открыть человеку он открыл ему в священном писании но не более того но что открыто богом то открыто и она дает нам богатую пищу для размышлений и если можешь вместить да вместе после грехопадения в раю наших прародителей милостивый бог послал через пророка моисея людям свой закон жизни но падший рот человеческий вздорные и жестоковый най уклонился от исполнения закона божия и продолжал корчиться на земле в скорбях бедах и болезнях они не в силах были понести исполнить ветхий завет тогда бог послал на землю сына своего единородного иисуса христа принесшего людям новый завет но люди его не признали и распяли как злодея на кресте но господь наш иисус христос даже будучи на кресте простил своих мучителей и убийц и пролил свою драгоценную кровь за грешный род человеческий взял на себя наши грехи и преступления страдания кровь и смерть христа вот плата за грехи человечества искупление человечества примирение человечества с богом залог прощения грехов и обретения жизни вечной через покаяние людей воскреснув из мертвых христос оставил нам на земле святое евангелие что означает добрая весть в евангелии много говорится и о болезнях сокрушающих рот людской христос еще более пролил свет на причину болезни и на возможность их исцеления в евангелии еще раз как и в ветхом завете подтверждается что в большинстве случаев болезни приходят к нам через грехи наши в евангелии от марка в главе 2 стих 9 споре с фарисеями христос говорит что легче сказать ли расслабленному прощаются тебе грехи или сказать встань возьми свою постель и ходи здесь из этого текста яствует что исцеление возможно если грехи твои прощены богом к великому сожалению многие советизированные люди ожесточенные болезнью приходят в поликлинику к врачу вот с такой железобетонной установкой вам государство платит деньги поэтому вы обязаны нас вылечить они предъявляют врачу целую кучу болезней которые нажили за все годы греховной жизни после этого они в упор смотрят на врача в ожидании целительных действий но что врач может сделать если он сам является только орудием в руках божьих посредством которого бог может подать исцеление конечно до какой-то степени врач помогает но временно и нестабильно если он свое врачебное искусство не соединяет с верой во всемогущество божие по всей нашей горемычной и безбожной стране от черного моря и до чукотки понастроены тысячи больниц аптек роддомов психушек поликлиник где страждут в муках сотни тысяч больных где безбожные врачи пытаются вылечить безбожных больных посредством ножа химии электронной аппаратуры но с каждым годом количество больных не уменьшается а наоборот растет все больше и больше до октябрьского переворота в каждой больнице православной богоспасаемой россии была церковь или часовня в каждой палате была икона степлящиеся круглые сутки лампадкой больничный священник обходил больных утешая успокаивая и призывая к покаянию и каждый больной не болел и не умирал в одиночку потому что с ним был христос несмотря на недостаточную развитость в то время медицинской науки лечение больных в основном протекала успешно ну а если болезнь была к смерти то батюшка благоуветливо и сострадательно приготовлял к переходу в вечности напутствовал умирающего потому что все равно рано или поздно нам придется покинуть этот любезный нам мир со всей его земной красотой читая евангелие мы видим что иногда болезни бывают не только за грехи наши был также некоторые нищий именем лазарь который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками падающими со стола богача и псы проходя лизали струпе его умер нищий отнесен был ангелами налона авраамова здесь как мы понимаем нищий лазарь был поражен язвами со струпьями он сам и его болезнь должны были вызвать сострадание у других чтобы пробудить жалость ближним в грешных их душах и направить на путь спасения и божий промысл относительно лазари не пропал бесследно в память нищего лазари милосердные христиане стали открывать больницы для бедных и солдат которые назвали лазаретами не надо думать что бог сам насылает на нас ту или иную болезнь бог добр и многомилостив и он сказал любящих меня я люблю и ищущие меня найдут меня а болезни в основном являются происками сатаны и слуг его это мы видим из случая исцеления христом в синагоге скорченной болезнью женщины в одной из синагог учил он в субботу там была женщина 18 лет имевшие духа немощи она была скорчена и не могла выпрямиться иисус увидев ее подозвал и сказал ей женщина ты освобождаешься от недуга твоего христос исцелил женщину но начальник синагоги вознегодовал на него за то что он исцелил в субботу господь сказал ему в ответ лицемер не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от ясли в субботу и не ведет ли поить сию же дочь авраамову которую связал сатана вот уже 18 лет не надлежало ли освободить от усих в день субботний здесь христос говорит совершенно ясно что сатана связал женщину болезнью бог все разумно устроил на земле все на пользу человеку и если нарушать божие законы значит грешить вредить себе и ближним нарушить божие законы значит устроить себе вредную среду вредные обстоятельства лишиться животворящего и спасительного действия святого духа отойти из области света в область тьмы лишиться божьего покровительства его охранительного свойства когда по грехам бог оставляет человека тогда к нему приступает сатана еще больше вовлекает он человека в омут греха наводит различные болезни доводит до отчаяния иногда бывают болезни от которых исцеляются во славу божию об этом повествует евангелие от иоанна глава 9 стих 2 3 и проходя увидел человека слепого от рождения ученики его спросили у него рави кто согрешил он или родители его что родился слепым иисус отвечал не согрешил не он не родители его но это для того чтобы на нем явились дела божии христос исцелил этого больного слепца и надо сказать что тех через кого является слава и дела божии очень немного надо полагать что именно эти больные исцеляются у чудотворных икон у святых мощей на великих церковных праздниках на виду у множества народа во славу божию великая недоступна для нас премудрость божия сокрыты от нас тайны промысла божия в судьбах человеческих иногда даже не раскаянные грешники и явные враги божии получали от бога исцеления по состраданию божию в евангелии от луки глава 22 стих 50 51 говорится как ночью в гефсиманском саду христос был окружен вооруженными солдатами первосвященника под предводительством иуды искариотского и кто-то из учеников обороняя христа отсек мечом ухо у раба малха христос же по милосердию исцелил врага своего прижав ему отсеченное ухо евангелие не раскрывает нам как сложилась дальнейшая судьба этого исцеленного христом раба малха но надо думать что господь прозорливо провидел нечто такое благое в судьбе этого малха если по прошествии двух тысяч лет мы вспоминаем его бывают исцеления от болезни по молитвам и вере других которые просят за больного читаем евангелие от марка глава 7 стих 32 33 привели к нему глухого косноязычного и просили его возложить на него руку иисус отведя его в сторону от народа вложил персты свои в уши ему и плюнув коснулся языка его и тотчас отверстие у него слух и разрешились у за его языка и стал говорить чисто главным условием исцеления от болезней наших наведенных сатаной является покаяние в грехах и вера в господа иисуса христа так исцелилась кровоточивая женщина с верой прикоснувшиеся к одежде христа так исцелились и двое слепых по вере своей евангелие от матфея глава 9 стих 28 30 когда же он пришел в дом слепые приступили к нему и говорит им иисус веруете ли что я могу это сделать они говорят ему ей господи тогда он коснулся глаз их и сказал по вере вашей да будет вам и открылись глаза их особо надо сказать о болезни его праведного о котором поведала нам библия известно что и в был непорочен справедлив богобоязнен и удалялся от зла и сам господь сказал нет такого как иев на земле человек непорочный справедливый богобоязненный удаляющийся от зла значит бог любил его но сказано в притчах соломоновых глава 3 стих 12 ибо кого любит господь того наказывает и благоволит к тому как отец к сыну своему библия рассказывает нам что господь чтобы испытать веру его отступился от него а если господь кого оставляет то к тому сразу приступает сатана и приступил сатана к его праведному и поразил его многими бедами и навел на него тяжкую болезнь проказу очень страдал ив и переносил безропота свои мучения и не похулил бога за них выдержала вера в бога у его все тяжкие испытания и бог возвратил ему и здоровье и все что он потерял а сатана враг божий был посрамлен так что иногда болезни приходят к нам во испытания и укрепления нашей веры а за детей надо молиться они болеют по нашим грехам трудно человеку когда он остается один на один с болезнью мало того что болезнь съедает человека но она день за днем отнимает у него все чем он был связан с миром оставаясь один человек начинает задумываться почему он страдает за что он выброшен за борт жизни и время на это или навсегда временами накатывает холодный страх смерти трудно подающаяся болезнь доводит до отчаяния жизнь затмевается глухую тоскою много бессонных ночей проводит страдалец в сомнении страхи и муках но христос с ним он рядом он стучит в сердце прося впустить он говорит придите ко мне все труждающиеся и обремененные и я успокою вас в болезни не следует оставаться одному но помнить что христос рядом если человек просвещен евангельским учением то он знает как поступить они верующему надо преодолев неверие и сомнения найти собеседника христианина обратиться к священнику или пригласить его к себе для наставления и утешения когда человек приходит ко христу тогда он не остается в одиночестве господь помогает ему справиться с болезнью господь врачу и от его тела и душу через чтение святого евангелия и духовными беседами с братьями христианами главное верить и не терять надежду на спасение ведь христос говорил по вере вашей да будет вам да сохранит вас всех господь аминь конец